Скромный коттедж на двух хозяев отец шестерых детей купил в феврале этого года за 1 миллион тенге. Сделать ремонт в скромном жилище не позволял семейный бюджет. Семья Круалбая-Тургенбаева едва сводит концы с концами. Мужчина единственно кормились в многодетной семье. К тому же соседи предупредили, что рано или поздно дом, согласно генплану, все равно снесут. А потому делать ремонт занятие бессмысленное. Только когда стена рухнула, мужчина не на шутку испугался. Благо в этот момент в комнате никого не было. «Я сам намеренно не ломал эту стену. Мне позвонили соседи и сказали, что у меня рухнула стена. В моём доме не было никого. В результате обрушения пострадала соседская стена дома». На место обрушения выехали сотрудники городского акимата. Они заявили, что здесь даже экспертиза не понадобится. Ветхие стены держались на добром слове. «Это строение не соответствует санитарно-техническим нормам. Здесь отсутствует фундамент дома. Стены возведены из глиноблока. Причина разрушения стены одна. Глиноблок не выдержал многолетней нагрузки. Стена просто рассыпалась». Так как стена была одна на двух хозяев, Куралбаю самому теперь придётся восстанавливать не только своё, но и соседское жильё. «Мне ничего не остаётся. Я своими силами теперь построю новую стену, чтобы из-за меня не страдали мои соседи. Они же не виноваты». По заверению властей, ветхие жилые строения возле Кошкараты будут в ближайшие годы поэтапно сноситься. Это дело не одного дня. Всё это время горожане будут продолжать жить в опасных домах. Больше напоминающие бараки, которые вот-вот рухнут. Власти города просят шимкенцев обследовать старое жильё и при необходимости сделать ремонт, укрепить стены и залить фундамент. Во многих домах живут многодетные семьи.